26 мая в Центре поддержки предпринимательства Тульской области состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса «Экспортер года», проведенного по результатам оценки работы организаций за 2022 год в направлении экспорта несырьевых, неэнергетических товаров, работы и услуг. Среди экспортно-ориентированных субъектов крупного предпринимательства региона в номинации «Экспортер года. Крупный бизнес» победителем стала компания «Полипластного Московск». Конкурс проводится по нескольким номинациям, в каждой из которых определялся один победитель и два финалиста. В основе методики оценки деятельности компаний-участников лежит бальная система. Победителем в каждой номинации признается конкурсант, набравший наибольшее количество баллов по целому комплексу критериев, который использовался независимой комиссией для выявления лидеров. Это годовой объем экспорта продукции, география экспорта, номенклатура экспортной продукции, присутствие компании на международных маркетплейсах, а также участие в международных выставочных мероприятиях как в России, так и за рубежом. Награду представителю компании «Полипласт» вручил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин. Для компании победа в конкурсе «Экспортер года» является важным событием, ведь одним из приоритетных направлений работы «Полипластного Московск» является расширение географии присутствия и развитие экспортных направлений. Компания «Полипластного Московск» уже более 20 лет полномерно развивает экспортные направления благодаря поддержке правительства Тульской области. И на сегодняшний день компания поставляет высокотехнологичную химическую продукцию в более 80 стран мира. Компания экспортирует порядка 250 наименований специализированной химии, собственной разработки, которая соответствует всем международным стандартам. И тем самым мы оказываем свой существенный вклад в развитие как отрасли, так и экономики страны в целом. Победа в конкурсе «Экспортер года» – это показатель государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежной рынке. Субтитры создавал DimaTorzok